Молодежь тоже не отстает от тех молодых людей, которые заложили начало нашего парка. И сегодня молодежь инициативно, вот видите, они вон они стоят в студенческих тоже тужурках, тоже намерены и дальше развивать наш парк. Молодежный сквер стал одним из первых общественных пространств, которые реконструировали в этом году и ввели в эксплуатацию. Статус сквер поменяли на парк. На открытие пришли бойцы студенческих отрядов, подрядчики, волонтеры, которые участвовали в очистке сквера от мусора, медицинские работники, трудом которых создавались ограждения на велодорожке, почетные граждане города, которые участвовали в закладке сквера к 50-летию Ленинского консомола в 1968 году и жители близлежащих домов. Ленту разрезали юные ушуисты и лидер Союза молодежи Тувы Эртинэ Конгар. После символического перерезания красной ленты люди двинулись вглубь парка. Каждый принялся рассматривать скульптурные сооружения. Всего девять скульптур подарили парку местные скульпторы. Каждому из них вручили грамоту за активное участие и значительный вклад в благоустройство молодежного парка. На открытие молодежного парка прибыли большая группа велосипедистов во главе с первыми лицами Тувы. Отмечу, что в этом году велодорожка стала еще длиннее. Новые треки в тенистых аллеях уже облюбовали велосипедисты, армия которой ширится с каждым годом. Вдоль велодорожки установили 162 светильника. Удобные и красивые скамейки сделаны строителем техникума. Возле сцены столпились много людей, чтобы посмотреть состязания по проект танца. Нам очень понравилось открытие молодежного парка. Различные авторские произведения, беседки, танцы. Очень зажигательно. И ко дню города это нам большой подарок. Спасибо большое. При поддержке гранта президента России в парке установили тренажерные зоны. Сейчас тут проходит сдача нормативов ГТО. В подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева установлена детская площадка, которая очень понравилась детворе. Теперь в молодежном парке народу много и в будни. С раннего утра и до позднего вечера по аллеям гуляют горожане с детьми. Спортсмены занимаются на тренажерах и турниках. Сегодня пришел с мамой. Играл на игровой площадке. Мне понравилась игровая площадка и спортзал. Понравились турники. Я на них лазил. На этом изменения не заканчиваются. Молодежный парк будет благоустраиваться в течение трех лет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Напомним, что в Кызеле также по этой программе реконструируется 8 дворов, охватывающих 20 многоквартирных домов. Первый двор по улице Красных партизан 41 был сдан накануне Дня города, 8 сентября. По остальным работы продолжаются. Диана Баймус, Баяна Юн, телекомпания «Новье».